Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж, а мы продолжаем. И сегодня у нас продолжение проекта под названием как построить быструю 2108 с 0. И сегодня у нас третья часть, которая называется доработка задней подвески. Сейчас я расскажу, покажу детально, что куда и как это все дело делается. Куда ставится и что и как. Опять же под быстрый двигатель, то есть под мощный двигатель, под быструю машину нужно чтобы соответствовала ходовая. В предыдущей серии во второй части вы можете посмотреть, я рассказывал про доработку передней ходовой. Сегодня поговорим о задней. То есть вроде там элементов немного, но тоже есть свои нюансы. Итак, начнем с пружин. По пружинам. Многие меня спрашивают, насколько резать пружины. Однозначного ответа нет, потому что это все индивидуально. Опять же, допустим, касательно вот именно в частности задних пружин. 2108, 2109, 21099 машины изначально разные по весу. То есть именно в задней части автомобиля. Допустим, 2109 это на 15 килограмм тяжелее, а 21099 на 30 килограмм от 2108. Это вроде незначительно, но это все равно влияет на посадку. Это во-первых. Во-вторых, влияет жесткость пружины. То есть и плюс еще бывает там сзади ставят домики, там не ставят. Это тоже влияет на посадку. Так же сама сама жесткость пружины. С завода пружины идут разной жесткости, поэтому это тоже можно учитывать. Сколько витков врезать от родной пружины, я вам не скажу, потому что я никогда не ездил на родных пружинах. Я не люблю вот эти джипы, это неустойчиво, это небезопасно. Машина присаженная, это и хорошее управление, то есть и уверенно себя чувствуете на дороге, то есть и хорошая рулежка. Ну, конечно, всему есть разумные пределы, не нужно как вот некоторые там любители там стенса, да, я ничего не имею против них. Да, машина посаженная, это хорошо, но в разумных пределах, а не когда вы через лежачего полицейского не можете переехать. Смысл вообще я с такой машиной не вижу. Но каждому свое. По порядку, у меня здесь, я вам скажу, сколько у меня витков на заду автомобиля. Получается 8,5 витков у меня осталось на родной пружине. Там вы отчитываете. Но я бы рекомендовал, если вы садите автомобиль, во-первых, брать родные пружины и резать. И не покупать там какие-то модные фобусы, шмобусы. Они не работают, они лопают. У меня были фобусы напереди, на девятке. Пружина немного проехала и лопнула одна. Это во-первых. Во-вторых, они не дают соответствующего занижения. То есть, то, что там пишут, минус 50, минус 70, они, соответственно, столько не дают. Это просто уменьшить. Короче, длина пружины. Они дают там посадку 1-1,5 мм. А вот родную пружину я бы рекомендовал. Я же говорю, у меня опять же спрашивают, сколько у тебя подрезано? Даже если вы подрежете, сколько у меня, не факт, что машина будет так же самопосажена. У кого-то больше обесшумки, у кого-то там что-то музыки больше, это тоже влияет. Кто-то хлам с собой лишним возит, это тоже. Берите и режьте понемногу. То есть, вот, допустим, видите, что у вас джип там задранный. Отрезали там виток 1,5-2, ну там нужно смотреть в опружении. Собрали, с первого раза вы никак не угадаете. Потому что, во-первых, надо и зад, и вперед подрезать. И режьте, когда уже видите, что вы приближаетесь к тому, что вам как бы подходит более-менее, режьте уже по пол витка. То есть, там видно, сколько вам еще нужно, соответственно. Ну, просто если лупить, можно перестараться и потом попасть на новые пружины. Старые пружины, родные, они ходят десятилетиями, они лопают, то есть, и хорошо себя отрабатывают. Еще какой плюс есть у подрезанной пружины? Она, вроде, и дорогу не держит с ней машина, но при этом, как бы, относительно машиной стает немного мягче. Это потому что общая длина и жесткость пружины немножко снижается. Но это на управляемость никак не влияет. Во-вторых, если пружина родная, она часто работает на разрыв амортизатора. То есть, когда вы заезжаете в яму, она на разрыв идет удар. То есть, это, получается, ничего хорошего для амортизатора не несет и для его долговечности. Режьте понемногу, пока вы не добьетесь той посадки, которая вам нравится. Потому что, я говорю, во-первых, это индивидуально. Для кого-то низко определенная посадка, для кого-то это высоко. То есть, это каждый под себя. Так, поехали дальше, сейчас про стойку. Вот у нас амортизатор, как говорят, стойка. Это родные амортизаторы 2108. Старого образца они разборные. То есть, их разобрали и перепрокачали. Из-за чего они стали довольно-таки жесткие. То есть, смотрите, я подаю усилия, то есть, рукой практически нереально их выдвинуть. То есть, что это нам дает? При старте, то есть, когда я стартую, зад хочет присесть. Но, получается, жесткий амортизатор, он не дает машине присесть. То есть, соответственно, машина со старта, так как я уже рассказывал, оперед меня не дает поднять, тоже из-за жестких стоек. Машина ровно со старта уходит, а не так, как катер на взлет пошел, или самолет как взлетает. А машина ровно, уверенно себя пошла. И за счет этого, получается, за то, что зад не загружается, вперед не разгружается, есть хорошее пятно контакта передних колес дороги, и машина уходит. И не загружается задняя часть, задние колеса, чтобы тормозили, а легко себе машина уходит. Также, получается, при управлении, то есть, повороты там можно заходить, соответственно, они жесткие, не дают машине крениться, то есть. Машина, конечно, с ними жестковато идет, то есть, я первое время, когда на них ездил, не мог привыкнуть. Если в колесах еще, допустим, я обычно там ездил на давлениях 1.8, если там двойка или 2.2, то машина, как табуретками, едет жестко, как картинг ее трусит на всех неровностях. Ну, к этому нужно, я, в принципе, привык, это не каждому, как бы, оно нужно. Если у вас машина повседневная, и вы хотите просто наваливать, у меня, в принципе, тоже, в принципе, это повседневная машина, я строю на повседнев, ну, мне, как бы, нужно и хороший старт, и хорошая управляемость, и я могу на любой скорости повороты заваливать машину и не бояться, то есть. Если у вас машина повседневная, вот как у меня, на 2.0.9 сделана, и она более, как бы, я больше на ней езжу каждый день, там пружины так же само подрезаны, но при этом стоят обычные амортизаторы, то есть. И машина идет мягко, на разрыв амортизатор не работает, то есть, и держит хорошо дорогу. Вот, в принципе, теперь по тормозам поговорим, сейчас я покажу. Задние у меня стоят обычные барабанные тормоза тринадцатые, то есть полностью стандартные тормоза. Почему у меня стоят сзади обычные барабанные тормоза? Спереди, если вы смотрели предыдущую часть, спереди у меня стоят четырнадцатые брембо перфорированные, то есть с охлаждением. Вперед всегда должен быть на шаг впереди задней части, допустим. Если вы назад ставите какие-то там дисковые или там четырнадцатые тормоза, впереди как минимум должны там что-то такое пятнадцатые стоять. Но дело в том, что в таких передних тормозах, в принципе, тринадцатых сзади барабанных их хватает. Главное, чтобы они были в хорошем состоянии, то есть чтобы машина могла нормально, стабильно тормозить. То есть у меня, в принципе, с этим проблем нет. То есть машина, так как передние тормоза большие, они с охлаждением, то есть машина уверенно останавливается. Как бы нет смысла переходить на дисковые тормоза сзади, там тринадцатые ставить, потому что чтобы не получилось эффекта переторможения. Если сзади будут сильно тормоза, так сказать, хорошо тормозить, то вас можно на хорошей скорости поставить боком. То есть это ничего хорошего вам не принесет. Поэтому я советую, сзади оставляйте обычные барабанные тормоза. Их за головой хватает. Вот с передними, в принципе, если есть лишние деньги. Хотя у меня на 21.09 спереди стоят обычные тормоза. Даже там, хоть и машина едет 7 секунд до сотни, мне, в принципе, этого хватает. Ну, здесь у меня, как бы, делается машина с запасом. Здесь был более мощный двигатель. То есть здесь был 16-клапанник. Напомню, будет установлен 8-клапанник на Омега-Солик C33 с параллельным открытием. Также самое еще по тормозам. Вот стоят 14-е у меня тормоза спереди. На них 13-я штамповка не встает. То есть только 13-е литье или 14-я штамповка. Это так, чтобы вы учитывали такой момент. То есть уже мы дальше соберем ходовую. Сейчас я покажу. Одна сторона уже, задняя, собрана. Видно, не видно. То есть уже собрана. Новый пыльник. Новые резинки. Саленты. То есть машина, да, сейчас стоит относительно высоко. Потому что полностью разгружено. Нет сейчас ни двигателя, ни салона, то есть ни коробки, ничего нету. Поэтому машина стоит высоко. Когда я все полностью соберу, она присядет. Я уже знаю, какая у нее посадка. То есть она меня устраивает. И будем продолжать. Всем спасибо за внимание. Всем до свидания.